Приветствую, коллеги! Сегодня я нахожусь в очень интересном месте. Уже когда-то я здесь был. Вы видели небольшое промо. Ссылочка будет вверху. Там я показывал, можно сказать, боевые Grand Power. И сегодня мы находимся в гостях у официального представителя Grand Power в Украине. Это компания Flarm. Всем и многим уже достаточно известная. И сегодня я здесь нахожусь не просто так, а по поводу. Как видите, появился, или скорее всего появится скоро на рынке Украины, новый травматический пистолет. Многие могут увидеть в нем очертания Q100 боевого под 9х19. В данном случае это новая модель под патрон несмертельного действия. И название придумали здесь как TQ-1 Yuxor. Я попробую чуть ближе потом показать. В общем, сейчас мы общаемся с директором фирмы. Немного попробую позадавать вопросы, что-то поговорить о каких-то моментах. Ну, просто разговор. Пока никаких ни обзоров, ничего. Потому что, как вы говорили, проходит еще испытание. Проходит пистолет-заводские испытания. Для сравнения взяли уже всем известный T910. Тоже патрамматический патрон. Наверное, наглядно видно, что они отличаются как минимум размерами. То есть это, по сути дела, компакт или субкомпакт. Но это еще компакт. Это не совсем субкомпакт. То есть у него рукоятка короче, короче затвор, ствол. В общем, пистолет довольно компактный. Но самое главное... Он и уже. За счет того, что здесь нет фолошков предохранителя боковых. Которые с каждой стороны где-то примерно по 3 мм выступают. Да, здесь за счет. Да, да. То есть за счет этого он где-то в общем миллиметров на 5-6 уже получается. Самая главная особенность этого пистолета. Я же еще вроде не сказал, да. Что он без курковой. По сути дела, это так называемый страйкер. То есть травматы, по-моему, еще вообще никто не делал такого плана. Почему вы решили такое сделать? Был какой-то запрос или просто... Нет, покрытого запроса не было. Просто тенденция рынка такая, что очень многие... Ну, как-то я не знаю почему. Наверное, законодателем моды все-таки стал ГЛОК. Да, всего. Системой ударникового типа. Но очень многие полюбили эту систему. Многие спрашивали, а будет ли, а когда будет. Мы решили сделать. Мы решили сделать. Мало того, то я скажу так, что в принципе, такой резинострел это именно наша идея. И даже можно сказать наша разработка. Потому что когда, ну, скажем, мы сказали, что рынок просит ударникового типа резинострел, в компании Grand Power вообще сказали, что такое работать не будет, и это невозможно. Да, ну, а потом, когда мы скрестили уже здесь Striker Q100 с AT910 и с CP9M, скрестили. Здесь же провели первые испытания, сняли все это на видео, и потом это все отправили на Grand Power. И вот, собственно говоря, то есть это вот это изделие, можно сказать, что по-большому разработано нами. Именно по нашему заказу оно изготовлено на том же заводе Grand Power. И пока что эксклюзивно поставляется только в Украину. Вот украинские потребители смогут первыми оценить его, протестить и сказать свои. Фэ, или поставить лайки. Ну, почему Фэ, я думаю, ну, понятное дело, что, как бы, обычно потребитель рублем голосует. Ну, посмотрим. Все-таки новинка и довольно необычная, и, как бы, я не побоюсь этого слова, что, как бы, нормальных травматов у нас на рынках не особо много, если честно. И многие, которые делаются, изначально разрабатываются с нуля под патрон определенный. А это все-таки, ну, прародитель боевой пистолет. Полностью на мощностях делаются, где делаются боевые пистолеты. Соответственно, у него и характеристики похожие. Ну, я имею в виду... Из тех же материалов добавлю и по тем же технологиям. Да, да. Вот это, я к чему веду, что надежность самого пистолета в итоге повышается по сравнению с другими. Ну, не будем сейчас ПМ брать там и так далее. Хотя могут же там так переделать, что, как бы, от ПМа там так только шкурка остается. Что в итоге как-то себя ведет по-разному. Что вы вообще, как бы, можете по нему интересного рассказать? Может, столкнулись с чем-то? Ну, в словах, мы уже сказали, что он, если, скажем так, если их поставить... Мы видим разницу в длине. Мы видим разницу по высоте. Ну, я уже сказал, что он еще и уже. Изделие ударникового типа. Ну, из-за того, что укоротилась рукоятка, то есть, вместимость магазина, естественно, уменьшилась. В стандартном магазине сейчас 12 патронов. Ну, естественно, как и в этой комплектации, в комплекте идут два магазина. Так что, скажем, у стрелка, по идее, не должно быть нехватки. Ну, к слову сказать, я вот в таком ношу все равно 12. Так что... Серьезно? Да. Ну, я не вижу смысла особо, как бы, напихивать. Ну, я бы не сказал, что пружины особо сильно страдают, но тем не менее. Кстати, вот у нас, ребята, в телеграм-чате моего канала, кстати, ссылочки будут в описании, так что заходите, присоединяйтесь. Практически все владельцы Гранд Пауэра, именно Апфуарма. Ну, там пару таких отщепенцев, как я, у которого не будем в суе упоминать, Т-9, да, кто производит. Ну, что, можете упомянуть, какие проблемы. Мы сейчас крутим пистолеты, не беспокойтесь, если они разряжены, просто чтобы лучше так вам показывать. Да, они полностью разряжены, они разобраны, собраны. Да, просто, если кто-то вдруг напишет, что вы стволами тыкаете, мы тыкать будем, потому что его нужно под камеру удобнее показывать, а так, чтобы не направить друг друга, не получится. Поэтому, уж извиняйте, как есть. Так, что еще? Ну, кроме, значит, давайте, то, что внешне, сразу бросаются глаза, да, мы сейчас разберем, разберем, покажем внутренности. То есть, видно, что нет курка, предохранитель перемещен сюда, на спусковой крючок, да, то есть, вот он сейчас взведен, да, то есть, видно, что так он не нажимается, но если нажать на, ну, когда вы ставите палец, понятно, нажимается, в первую очередь, флажок предохранителя, а потом уже сам спусковой крючок. Ну, если вы нажимаете вместе, то происходит спуск, да, вот. Ну, это мы ближе покажем. Ну, видно, форма, да, она стала, спусковой крючок стал прямой, ну, внешне, так, вроде, больше, чисто, внешне, больше никаких отличий. Что, у меня, кстати, я игрался, будем показывать или нет? Что? Мой Т-9. Да, ради бога. Ну, так, чтобы, чтобы не было, как-то же. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не подерутся. Да нет, что, чего должны подраться? К тому, что я спуск переделывал к себе. Ну, у меня видео было, то есть... Ну, тюнинговых таких аксессуаров сейчас очень многие производят под разные пистолеты, под Grand Power, поскольку он стал, как бы, достаточно популярным во всем мире. Аксессуаров очень много, ну, это радует, почему бы и нет. Ну, скажем... Хотелось бы, честно говоря, чтобы их было больше. У вас планов нет, кстати, выпускать такие? Вы знаете, нет, нет, потому что... Смысла нет? Нет, нет, нет. Ну, каждый должен заниматься чем-то. Ну, у нас не хватает ресурсов для того, чтобы, как бы, удовлетворить рынок самими изделиями. Если мы еще будем заниматься аксессуарами, нас вообще ни на что не хватит. Мы маленькая компания. Ну, будем надеяться, что вы будете разрастаться, потому что запросы, да, есть. Популярная довольно модель получилась. Если наши доблестные некоторые органы не будут нам усиленно мешать, то будем разрастаться. Ну, дальше внутри, наверное, надо, чтобы объяснить, к чему надо его разобрать. Мы чуть ближе покажем. И показать, что внутри. Ну, как видим, пока-таки. Я потом пробегусь еще. Видим, что нету никакого... Куркового, да. Для этого самого. Для сравнения, так сказать. Стандартный курковый механизм, да, и вот механизм без куркового, типа ударникового. То есть, видим. Ну, понятно, что колодка, похоже, что одинаковая. Стоит здесь отражатель. А дальше здесь просто зуб шептала, по сути дела, и все. Да, в отличие от этой системы, то есть, сам ударниковый механизм стоит уже внутри затвора самого. То есть, если здесь стоит только баек, да, то здесь именно полноценный ударниковый механизм. И, по сути, что происходит? Еще дополнительный предохранитель. Это дополнительный совершенно. То есть, здесь два предохранителя. Конечно, так называемый внутренний предохранитель. Конечно, да. Ну, для безопасности, в первую очередь, да. Ну, понятно. То есть, для большего понимания, естественно, можно с ГЛОКом, да, сравнять. И нажимается он именно в момент нажатия на спуск, кстати. Если кто не знал, потому что просто так он еще не нажмется. Да, тут, помимо того, что нужно нажать вот эту педальку в самом спусковом крючке, то здесь есть выступ, который при оттягивании дальше спуска, при нажимании... Отжимает его, чтобы не было... Поджимает вот эту деталь, и только после этого ударник или баек срывается и накалывает капсулу. Ну, то есть, принцип работы такой, то есть, что вот в отличие еще от тех, да, допустим, здесь, если, ну, курок взводится либо там в ручном режиме пальцем, да, либо... Вот так называемое, двойного действия. Либо при откате затвора назад, да, то есть, происходит звук, то здесь, по сути, то есть, здесь курок взводится, получается силой отдачи, да, то есть, когда затвор, после того, как пуля покинула ствол, затвор двигается назад, затвор опускает курок, да, то есть, и там, и там, то есть, так работают практически все курковые механизмы. Здесь, примерно, очень интересный принцип, значит, по сути, вот он баек, и взводится он именно уже, когда баек после, когда затвор после выстрела возвращается обратно в переднее положение, получается... Ударник цепляется и остается на месте, а затвор не отдается. Ударник, вот этим выступом, он цепляется, вот, вот он даже, видно, как это происходит, вот его взвод, фактически, выступ вот этого бойка цепляется за шептало, и получается, что боевая пружина взводится за счет усилия возвратной пружины, то есть, что это в первую очередь дает, это дает очень мягкий спуск, то есть, нажимая на спусковой крючок, вы не приводите в движение никакие пружины, вы всего лишь плавненько, спокойненько, вот, видно, при нажатии, вы спокойненько опускаете само шептало, то есть, опускаете шептало, срывается баек с него, и происходит накалывание капсулы, ну, и выстрел, да, то есть, ну, в двух словах, ну, так... В комплекте сразу идет одна пружина, да? Уже сейчас, и используется только эта? Я еще раз говорю, то есть, что будет в комплекте, это понятно, что будет два магазина, то есть, там, ну, понятно, там, это инструкция, щетка и так далее, какая будет пружина, будет две, нет, это будет, будет видно после, ну, после того, как мы закончим испытание. Потому что мы понимаем одну вещь, что наши пользователи, они же не умеют останавливаться на том, что... На разрешенном, да? Да, ну, не будем так говорить, скажем так, что если вдруг наш законодатель решит все-таки разрешить энергетику патронов для спецзасобивной смертельной идеи, хотя бы такую, как в Европе, чтобы наш потребитель, да, то есть, он не бегал и искал себе какую-то дополнительную пружину, а чтобы эта пружина там какая-то была у него в комплекте. Потому, скорее всего, что будет две пружины, но, опять-таки, окончательно это будет понятно только после окончания заводских испытаний. Не, ну, опять же, пружину, я думаю, если что, как бы, у вас же РМ-комплекты есть, и все. Конечно, конечно, да. Поэтому проблем, честно говоря, не вижу. У вас вообще, насколько я знаю, вот именно в плане сервиса, очень быстро вы работаете. Вот сколько ребята говорили, что-то случилось, к вам обратились и сразу вопрос решили. Стараемся, а что делать? Ну, это показатель, это хорошо. В отличие от... Возможно, нескромный вопрос, с какими патронами тестили? Слушайте, мы приходим к тому, ну, кушает рысь, очень здорово кушает сову, зеленую сову. Я думаю, что мы все-таки, наверное, остановимся на рекомендуемом патроне, ну, пока что, по состоянию на сегодня, да. На рекомендуемом патроне все-таки зеленая сова. Другие производители какие-то, как себя ведут? Вы знаете, вопрос в чем? Тут это очень такой долгий разговор. Объясню вопрос в чем? Вопрос в не совсем правильном, ну, скажем, оформлении ограничения, там, или тестировании ограничения мощности пистолета. Получается, что законодательно, вот эта большая проблема, кстати, эта проблема, она у всех производителей патронов резинострелов, да. То есть, нет одной универсальной четкой методики для энергетики резинострелов по всей Украине. Получается, что на сегодня происходит? У каждого производителя, скажем, патронов резинострелов, да, то есть, у северного предприятия есть какой-то там, так называемый, тестовый пистолет. То есть, тестовый пистолет, это тот пистолет, с которого производят тестирование, да, там, на несмертельность, на пробитие, да, на проникновение его патронов. И получается интересная вещь, что у каждого производителя свой, и в 90% случаев это разные пистолеты. То есть, один тестит свои патроны с одним пистолетом, у второго, второй пистолет, у третьего, третий пистолет. И получается, что в результате, из-за того, что пистолеты разные, разная длина ствола, разный диаметр канала ствола. Разные патроны по-разному. Вроде бы, как у всех патронов сертификат, но энергетика у патронов получается разная. Потому что они отстреляны на проникновение с разных пистолетов, с разными характеристиками ствола. То есть, потому получается, вроде производителей много, а у всех разная энергетика. Показатели разные. То есть, нельзя сказать, что, допустим, я никогда не скажу, что, допустим, там, я не знаю, та же, там, Эрма, или та же, там, как это, ВИ, да, они производят патроны, там, слабые, или что-то. Нет, они производят четко качественные патроны. Но они производят патроны, которые они обязаны тестировать согласно того тестового ствола, который на них зарегистрирован. И они за эти рамки не могут выйти. То есть, вот в этом смысле это дальше. Если бы наш законодатель как-то более унифицировал это, да, то есть, был бы там один тестовый ствол для всех, к примеру, да, то есть, что-то вот такое. Или рекомендованный такой. Или рекомендованный, да. Опять же, его износ-то, может быть, приступание. Совершенно верно, да. То есть, я считаю, что это, вообще, было бы правильно, что это был какой-то тестовый ствол, который стоял бы, допустим, в том же ДНДКЦ, да, то есть, и вот один ствол для всех, да, то есть, и все они приходят, то есть, и тестят свои изделия с одного ствола. А так получается, что у всех свой ствол, и каждый свой боеприпас подгоняет под свой тестовый ствол, который на нем зарегистрировано. Ну, и вот получается вот такая чехарда. Тот патрон, говорят, плохой, тот патрон хороший. Да нет, ну нельзя говорить, что тот плохой производитель. Потому что в рамках того, что у них есть, каждый из них делает качественно. Ну, просто, то есть, вот они вот пляшут от того тестового ствола, который у них есть. Ну, это и больше проблемы именно в, скажем так, в законодательном оформлении вот этих моментов, нежели в самих производителях. Вот и все. Каждый из них, конечно, старается сделать лучше, но он, грубо говоря, он ограничен теми рамками, которые с законом ему навязаны. А получается, что из-за того, что у тестовый стволы разный, у каждого рамки разные. Вот мы получаем разную энергетику разных производителей при одном законе. Ну, даже же, если брать у вас, вот, кстати, а здесь какой диаметр ствола внутренний? 5,8. Так же, как у вас сейчас все и Т-910, и этот будет 5,8, если, да? Да, будет 5,8, да, потому что пока что... Более-менее, чтобы так... Да, да, 5,8 и там, и там. Ну, к сожалению, да, слабые у нас патроны, поэтому не всегда. Да, вот часто люди все-таки жалуются, но это именно идет вот с точки зрения... Да, вы пружину вроде берете базовую, как бы, а люди спрашивали, там, периодически, можно ли как-то пружину подобрать и так далее. Играются, конечно, по-разному, других травматов ставят, там, всякое было. Ну, что-то хотел спросить уже. Мы крайне не рекомендуем проводить такие эксперименты, потому что, ну, это чревато, скажем, не только, там, нарушением закона, да, это еще и чревато, там, какими-то... Ну, это связано с безопасностью самого стрелка, да, то есть, ну, не стоит этого делать. Не, имеется в виду, что под сертификат люди стараются подобрать пружину, чтобы он, например, на затворную задержку нормально становился, а так далее, потому что... С каким патроном? Опять-таки, вопрос только вонят. Кто-то присел, допустим, на какой-то конкретный тип производителя патрона, и он хочет, чтобы его пистолет работал именно с этим патроном. Ну, будем честны, что, как бы, у одного производителя может плавать показатель. Это, да, 100% такой тоже есть. Поэтому тут не угадаешь. Да, ребята хотят, что где-то, стараются где-то что-то сэкономить, потому что, на самом деле, надо понимать, что ретабельность на этих патронах, она, это копейки, и рынок не такой большой, да, то есть, как бы, люди хотят как-то оптимизировать, но это нормальное желание любого производителя оптимизировать свои расходы, тем более сейчас, да, то есть, как бы, рынок-то упал, и хорошо упал. Да, сейчас, сейчас немножко не до жиру, как говорится. Да. Ладно, вернемся немножко от, отойдем от грустного и вернемся к нашему QT, да? Я бы сказал, Юксор. Хорошее название. Это от Люксор пошло? Нет, это Юксор. А как аббревиатура расшифровывается? Это не аббревиатура. Просто название. Это полноценное название Юксор. Я понял. Имеет латинский корень, слово имеет латинский корень. Окей. Ну, вы видите, что магазин, естественно, тоже короче, чем у Т-910. 15-12, да, соответственно, да. Но, но, вот так это работает. Это раз. Во-вторых, вы сказали, что будут... Я думаю, что в собране, да, мы выкинем в свободную продажу убранителей. Для сравнения, я не знаю, то ли чисто случайно взял, у нас два производителя, по сути дела, конкуренты, но я за хорошую конкуренцию на рынке. 100%. Два производителя у нас производят удлинители увеличения объема для магазина Гранд Павер. Они подходят как к Т-9, так и к Т-910. Ну, и сюда, естественно, подойдут, потому что магазины по форме одинаковые, просто длина разная. То есть можно удлинять, но это, вы сказали, будет заводской, будет пластик, металл, алюминий. Ну, в смысле, сталь или алюминий. Мы сейчас рассматриваем два варианта изготовления, и в пластике, и в алюминии посмотрим, что будет. Скорее всего, наверное, все-таки это будет металл. Ну, то есть будет просто... Будет примерно такая, примерно такая... Просто удлинитель будет... Совершенно верно, который даст возможность плюс два патрона. Ну, и так вот, даже на мою руку XL, видите, что... Ну, мизинец у меня не висит. То есть я обхватываю, в принципе, нормально, держу, и магазин при этом, вот, вибрации нет. Никакой. А варианты, например, ставить длинный магазин и вот эта накладка, удлиняющая просто, саму рукоятку. Такое еще не рассматривали? Такое не рассматривали? Ну, а разница-то в чем? Так как на наших... Ну, это чисто визуально, скажем так, элемент декора некоторый. И на многих, скажем, компактных... В том-то и дело, ну, вот представьте себе, вы же не видите, здесь магазин длинный стоит, накладка дополняющая или это просто удлинитель? Это вот так вы понимаете, что это удлинитель магазина? Вот это удлинитель, а накладка, например, стоит длинный магазин, ну, уже здесь 12, а здесь 15. Накладка это та, которая у нас стоит на 20-х магазинах. Вот на них как раз там магазин сам, металлитика сейчас длиннее. Просто под пластиком поднята эта база. То есть просто удлинитель, по сути дела, не магазина, а рукоятки? Будет удлинитель... Нет, будет именно удлинитель магазина. Ну, это понятно. Я просто как бы про удлинитель рукоятки. С точки зрения, опять-таки, с точки зрения, вот чисто технологии производства, оптимизации, ну, нет смысла. Это дешевле производить магазины одной длины и удлинять за счет дополнительной накладки, чем производить магазины разной длины. Все равно, если накладку производить, какая разница, производить ее как удлинитель или как накладку? Ну, это уже как бы для, наверное, для таких людей, как я, которым нравится что-то поиграться там. Но с точки зрения технологии оптимизации, соответственно, удешевления продукции, выгоднее делать именно накладку вот такого типа. Молодцы. Молодцы эти производители, вот это вот два украинских производителя, просто молодцы ребята, потому что они пошли именно оптимальным путем. Да, то есть, скажем, вот наше первое решение 20-го магазина сделать сам магазин длиннее, сделать накладку, грубо говоря, декоративно закрывающую этот выступ. С точки зрения оптимизации, оно более неправильно. То есть, это более правильное решение, и в итоге здесь мы получим, то есть, таким путем можно получить магазин той же емкости по сравнительно меньшей цене, не худшего качества. Поэтому мы решили тоже пойти этим путем, ну почему бы нет, спасибо. Будет этот магазин, к нему же, да, и такие же удлинители пойдут в свободную продажу для магазинов под Т-910 скоро, то есть, которые просто дают те же самые плюс-два патрона. То есть, было два, появится еще, так сказать, от самого производителя пистолета появится. Ну, людям надо дать выбор, почему бы и нет. Понятное дело. Не хотите посотрудничать с отечественным производителем? Кстати, ребята, контакты фирмы Фларм будут у меня под видео, так что обращайтесь. Напрямую я никаким не хочу быть посредником, напрямую обращайтесь. Если надо будет, я надеюсь, можно будет дать ваш номер телефона, в личку стучите производителю, я вам, ну, если директор Фларма мне разрешит, я дам его контакты, вы уже общаетесь напрямую, возможно, у вас получится сделать какое-то предложение, вы между собой найдете вообще разрезы. Ну, почему бы нет, с удовольствием, чтобы размещать где-то за рубежом, лучше разместить, развести вот этот заказ здесь. Возможно, да, будет дешевле. Опять же, и свои при работе. Даже если оно будет на копеечку дороже, ничего страшного. Во-первых, мне выгоднее. Возьми меньше не надо импортировать, завозить. И второе, самое главное, лучше, пускай эти деньги останутся в Украине. Мотайте на ус, между прочим. Не благодарить. Это хорошо. Так, что мы еще посмотрим такого интересного здесь, можно по этим пистолетам сказать. Да, наверное, пока все. Ребята, это, ну, вы понимаете, что пока это чисто так разговор, ознакомительный. То есть, когда завод закончит, фирма закончит испытания заводские, вот, я надеюсь, что они меня позовут на более такой детальный уже тест со стрельбой. Вот, и возможно... Я думаю, это будет скоро. Да, уже скоро. Ну, а может даже дадут на обзор более так отдельный. Просто где-то попробовать на разных патронах, естественно. То есть, как говорится, от первого лица, чтобы там никого не обидеть. То есть, возьмем патроны всех производителей, которые у нас есть на рынке, и все попробуем, как он себя ведет. Я заранее скажу, нечего вытащить на разных патронах, объясню почему. Этот пистолет, он более требовательный к патрону, чем стандартный Т-910. Почему? Да. Потому что, я же вам сказал, что мы с вами видели, да, что получается... Это заряженный от греха. Это ваш пистолет. Не, не, это от Т-910. Почему он более, скажем, требовательный? Потому что, опять-таки, я же вам показал, что взвод боевой пружины... Все, я вас понял. Здесь более мощная пружина... Происходит за счет возвратной пружины. Ну, я обратил внимание. Для того, чтобы это происходило четко, то есть, возвратная пружина должна быть достаточно мощная. То есть, он должен взвести... Он должен ввести боевую пружину. Раз, вторую пружину, загнать патроны из магазина, забрать. Загнать патроны, это такое. Ну, там тоже зависит от этого. Самое главное, он должен ввести уже, причем, мало того, он... Вы же понимаете, да, то есть, когда пружина зажата, у него энергетики больше. А получается, почти в самом уже переднем положении, его энергетики должно хватить, чтобы он нормально взял боевую пружину. То есть, из-за этого здесь пришлось ставить более сильную пружину, скажем, чем на стандартном Т-910. То есть, а для того, чтобы обеспечить правильный, четкий откат затвора в процессе выстрела, соответственно... Все, понял. Он более требовательный к патрону. Значит, надо патрон... Патрон помощней. Нет, так почему бы, да, мы рекомендуем рысь, но больше всего, конечно, сегодня вот идеально, просто идеально подходит зеленая сова. Да, мы как бы... Просто, я к чему? Чтобы это показать более наглядно людям? Просто взять и мы посмотрим. И просто взять и поставить. Как работает... Не проблема, абсолютно не проблема. Я думаю, мы вас пригласим или предоставим вам, вы уже сами протестите. То есть, как угодно. Как получится. Как получится. Да. Давайте, уважаемые зрители, вы пишите в комментариях, как вы хотите. Потому что тир есть тир, как говорится, и стадион есть стадион, а как бы мой тест это мой тест. Где будет больше времени и так далее. Так что, пишите. Кстати, представители Фларма читают довольно часто комментарии под моими видео. И также их представители есть даже у нас в чате, в Телеграме. Поэтому заходите, вопросы задавайте. Я думаю, вам будут отвечать. И, наверное, сейчас самый такой вопрос по поводу страйкера, который задавали, как все-таки, если была осечка, то есть патрон не выстрелил. Курковый, понятно, можно еще раз нажать, он выстрелил. Как взвести, получается, ударник, не выбрасывая патрон? Многие спрашивали. Смотрите, вот сейчас ударник... Ну, сейчас взведем, например, да? Мы сделали выстрел. Но не выстрел, а спуск. И у нас произошла осечка. Я надеюсь, будет видно. То есть мы взводим буквально вот... На сантиметр. И щелчок даже есть. Ну, не всегда это слышно, но чуть-чуть вы... Рукой здесь можно для себя определить какое-то расстояние, да. И вы уже видите, что ударник взвелся. Вот сейчас я покажу, наверное, так. Надеюсь, будет видно. Вот буквально... Да, сантиметр. Все, ударник взвелся. И можно дальше стрелять. То есть патрон при этом даже вот... Учитывая его длину 22 мм, он не улетит. Давайте не будем надеяться об осечке, мы делаем это по-другому. То есть если вам надо сделать плавный спуск, но при этом оставить, условно говоря, патрон в патроннике. Хотя я в этом смысла не вижу. Но это можно сделать... Вот, вы когда взводите, говоря, загоняете патрон в патроннике. Опять-таки, нажимая на спусковой крючок, нажимая в нажатом виде, в нажатом виде на спусковой крючок, вы отпускаете затвор. Получается... Так, получается, что у вас патрон... Он просто не цепляется, зашептал. Совершенно верно. То есть, когда вы нажимаете спусковой крючок, вы опускаете шептало, и не происходит взвода боевой пружины. Да. И патрон при этом заходит... Но при этом патрон находится, да. То есть, если в таком состоянии надо делать выставку... Ну, я, честно говоря, в этом смысла не вижу. То есть, короткое передергивание, и все. И у вас взвезена боевая пружина. Но в этом я смысла не вижу, потому что есть предохранитель. Зачем так делать, я не знаю. Ну, то есть, да, ну... Никто же так с глуком не делает. Да, страйкеры просто подразумевают под собой ношение патрона у патроника постоянно, и пистолет в возведенном положении. И он постоянно на предохранителе. Да, на двух. Да, да. До тех пор, пока вы не начнете там целенаправленно нажимать. Опять же, если брать момент, то... Смотрите, у вас, если... Этот пистолет даже с патрона у патроники курковый, я имею в виду. Здесь ход курка, ход спуска, и курок нужно развести, нужно усилие. Потом только вот так. Здесь вот взведенный он. Вы просто достаете. Миллиметра три, наверное. Нежный спуск, да, очень нежный спуск. Да, он короткий. То есть, ну, понятно, что выжимается вот этот автоматический... Он короче, чем на стандартных ЧУ-100. То есть, то же... А, еще даже короче, чем у боевого. Он короче, чем на Кю-100, да. Мы постарались, постарались сделать. Ну, он чуть... И у него чуть... Момент, он немножко в конце срывается. Так, я надеюсь, говорит... Ну, пока... Миллиметра три-четыре, я бы сказал. И на четвертом миллиметре он уже, да, идет срыв его. Ну, это надо... Андрей, вы так не поймете. Еще раз. Почему? Об этом уже вы будете говорить, когда будете стрелять с него. Да, да. Согласен абсолютно. Поэтому пока... Я думаю, скоро это произойдет. Как бы скажете уже свое мнение потом позже. Да, мы посмотрим. Ну, касательно применения, естественно... Применения, не применения, а использование варианта Куркова и Страйкера, это как бы личный выбор человека, что он для себя хочет. Поэтому, ну... Немножко это абсолютно разные все-таки системы по типу действия. Поэтому вот так идет. Так, немножко он... Когда с магазином он ровно лежит, а когда без магазина, приподнимается рукоятка. Все-таки затвор у него будет тяжелый. Где-то так. Этот пока уберем. Конкурент. Вот так. Ну, пока на этом все, наверное. Как бы ждем ваших вопросов вместе с директором фларма. Я имени пока не называю. Человек пожелал немного так остаться пока инкогнито. Но я думаю, с их аккаунта они будут отвечать в комментариях и в чате. Так что ждем ваших комментариев. И чем больше вы поставите плюсиков, я думаю, тем скорее мы получим его на обзор. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Делитесь ссылками. Всем удачи. Пока и до новых встреч. Счастливо. Спасибо. До свидания. Спасибо и вам. Ох, как мы вовремя успели. Да. Андрюш. Мне все, что это показывают. Показывал пульпы. Я чуть был, где. Приснул. Показывал пульпы. Показывал пульпы. Показывал пульпы. Продолжение следует...